Луан Капкан взять его в клеще и держать до самого финиша. Мы начинаем сезон главного автомобильного события в Казахстане. Горилла Дрифт Чемпионшип 2024 год! Лечу, лечу, лечу. Лиша на всех катах, короче. Ты что за бред? Это просто нарушение линии траектории. 8 лет я в одни и те же ворота. Луан был достаточно близко. Непонятно. Гол, гал, не жмёт. Убой, родной, а! Для меня, принципиально, подтвердить чемпионаса обязательно. Сейчас помтит, еб***шить кашку. Ты так отпрыгал? М***ц. Преугольник и стрелок. Лучше стал выглядеть? Да. Ну, после период этих всех. Ха-ха-ха! Преугольник и стрелок. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Поэтому надо побеждать, чтобы подольше покататься Планы, короче, были грандиозные Пару раз надо съездить на рыбалку Потом я еще хочу закрыть новобордический сезон Я же пропустил многое, капец скучаю А, ну может быть еще на дрифт съездить Поболеть за пацанов Справлюсь, могу место него это На данный момент у нас Дмитрий Сенюк Судья И второго суда Приказа на ней яйца Все, передаю ваши прогулки Вся вопрос организована тоже Ну что, всем здравствуйте Поздравляю вас с начала сезона Мы вам подготовили очень интересно Здравствуйте Добавил DimaTorzok Постараюсь максимально удобно сделать трассу Без очень сложных элементов Но с одним очень таким языком Итак, господа Задача такая Разгоняемся Постановка свободная Можете заезжать Кидать машину Можете флиповать И так далее Но флип не должен Вот здесь есть линия трассы То есть флип не должен быть за нее Не можешь приехать сюда быстро Распределить скорость так Чтоб ты всегда разгонялся Вот так должно Повороты сделан таким образом Что ты все время должен ехать Добирать 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 Отсюда Проталкиваетесь Кидаете на внешку В среднюю Не в большой В среднюю И вот здесь набираете Открываетесь И выезжаете Из зоны И опять Весь поворот Газ Добор 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 угла Также здесь Приезжаете Толкаетесь Кидаете машину Ранний газ И сюда прям Вкручиваете Ну я сразу вам скажу Вот раектория Так вот На сети Траектории нет И я ему объясню Ну вот грубо говоря Касаясь вот этой зоны В которой Скорее всего Так может получиться Она Наверное Единственная Когда ты Заехал в зону Ты типа взял этот клип А потом выехал в зону А потом Да я этот взял Так вот Получается тебе посчитать Только вот за этот клип Потому что Въехать в зону И выехать в зону А потом опять Вернуться туда Это полная шляпа Я со Стапом По этому поводу Спорил Я говорю Как ты можешь Судить линию Он заехал в зону Потом уехал Не взял пару клипов Потом опять заехал Это что за бред Это просто нарушение Линии траектории То есть он едет Не по траектории А твоя задача Судить линию Хорошо Да начни Я просто не знаю Я буду надеть Вами Все Ходовку поставили новую Ходовку поставили Таймбарт Полностью Перед, зад Балку Чашки Все Короче Полностью Весь комплект Установили Вчера даже Мы не успели Потренироваться Сделал два проезда Ничего Не рулилось Ничего Но мы вроде Сейчас настроили Все По рекомендации И сейчас будем Выкатывать на тренировку И пробовать Готовимся к квалификации Пестим запасную машину На всякий случай Чтобы быть готовыми Обслуживаем Немножко там По мелочи Боевую И готовимся К заездам Продолжение следует Продолжение следует Гриша До всех ходов Короче Прям Прям Боком Подвеска Целая? Да Лечу Лечу А его понял Сначала Начинает разворачивать А потом И резко Ну то есть Типа понял Его То есть Начинает Начинает Я вроде Вперед Ухожу Ухожу И типа В момент Бах Разворачивает И меня просто В него Бабах Он видимо Газ Дожал Не знаю Что именно Было Но Короче Слишком Резко Знаешь Произошло Там Засейвиться Очень тяжеловато Было И что Ты починишься? Не Я наверное Да Да И ты наверное Починишься Не У меня Скурат Чем сильнее Чем сильнее Тачка Засажена Тем более Больше Нештяков Один дядь Попалец Можешь Тачка Хожи Как Тернировки Продолжение Хочешь Нужно Что-то Говорить Еще Турбина Новая Мочину Смяли Да Все Уже Печально Не Самый Дорогой Этап В этом году Мы поменяли Мотор Поставили Два ЖЗ ВВС Р-20 Коробка Прошлогодняя Осталась И Редуктор Поставили С Быстросъемными Парами Ну вот В целом Подвеска Осталась Так же Мощности Больше Момент Однозначно Больше Машина Просит Больше Убла Теперь Мы Свои Возможно Подвеску Менять Ну посмотрим Головый Мотор То есть Он на Валах Он на Пружинках Он 8000 Крутится Теперь Поприкольнее И Шкиф АТ Ну Дэфир Вот Скажем Такой Более Боевой Да То есть Я на нем Сейчас Этот сезон Откатаю Если я пойму То что Все норм На следующий Сезон Либо РТС Будем Метить На новом Моторе Уже Обкатанном Либо Уже Поприкольнее Один чемпионат Есть Еще Ну Ты вообще Помнишь Что ты Действующий Чемпион Да Ну Забывается Конечно Настрой На сезон Какой Подтверлить Чемпионство Обязательно Буду Стараться Максимально Прям максимально Для меня Принципиально В любом случае Когда я выезжаю На соревнования Надо всегда Идти Для победного Професс Всем привет Дорогие друзья Здравствуйте Здравствуйте Дайте Шума Чтобы Надо приветствовать Всех Болельщиков Здесь На автодроме Сокол И всех Зрителей На канале Горилла Унэйр Потому что Ишло Время Начинать Сезон 2024 Года Друзья Меня зовут Александр Кучура Сегодня В течение Всего дня Вы будете Слышать Мой голос Ну а так же Ванечка Всем огромное Приветствую Доброе утро Алматы С ТК Сокол Дайте Шума Мы начинаем Сезон Главного Автомобильного События В Казахстане Самого драйвового Самого мощного Энергичного Это Горилла Древ Чампион Шип 2024 Компион Компион Ее суть Отвечается в том Что смотрите Есть два пилота Есть выигравший В паре В любом случае Есть проигравший И у каждого пилота Ток 16 Есть вторая жизнь Как в игре То есть Грубо говоря Скажем Он сохранился После первой смерти Он проиграл Этот выиграл Проигравший Падает в нижнюю сетку Она в американском комьюнити Называется Лузеры У нас это проигравший Победитель с этой парой Со второй парой Они встречаются Дальше В стадии Топ 8 Лузер Проигравший Проигравший У него есть возможность Встретиться в финале С человеком Который прошел Допустим Сетку Полностью Без потери жизни Знаете Как-то все хорошо У нас получается И сегодня будет все классно Не знаю Кто-то нас там любит Как-то мы умеем Договариваться С погодой С условиями С пилотами Это лояльность Будем надеяться Что все будет хорошо Что ты? Настраиваешься? Да Все У меня режим настройки Включился Опасно тебе потребить Я тоже Сегодня С удовольствием Еще один бур Сломался Потет весь Вот Сразу сняли Пацаны сразу уехали В город За запчастями За новым гуром Мы едем второй парой Как обычно И Макс усыновил нам Все старое Все что стояло Поломанное Вот И поедем Без гура Было принято решение Ехать на том То что есть Лучше проиграть так Чем не попробовать Лёня тогда Ну приди Бас Ты скажи У него два колеса Да это вообще Блин Ты хотя бы Я уже Что ему говорить У него два колеса Не два У меня шесть Платит Эй Чего сказать Зайли пил что-то Нельзя Ты поху Следующий сезон Можешь подать лепут Из этих еще уговаривать Надо ездить Хотя я сам уже скоро такой живу Должен же кто-то быть А я Чего-то Как метком уберете В девять утра А ночью едете Нехуй От этого условия Господь Молодой Было время поспать Да реально Ты метком только прошел И мог идти дальше спать Как? Три часа Я не знаю Первая пара Мы видим прогрев Сын Трубчанинов Максим И сметанников Сергей Ну что Дорогие друзья Сейчас будем начинать Наш первый партный проезд Максим Трубчанинов В роли лидера Сергей Сметанников В роли преследователя Ребята уже в сопли постановки Давайте посмотрим Что будет в этом проезде Как хорошо Посмотрите Достаточно Близко едет Второй номер Сметанников Сергей Трубчанинов Максим Мы видим Здесь отсюда Очень много дыма И в принципе Это остальные сутки Последний Танчин Гоу Второй проезд На сегодня Падный Сергей Сметанников Максим Трубчанинов Ой-ой-ой-ой-ой У Максима разворот А Сергей Продолжает здесь Своей красивой Такой Ливрей На автомобиле Едут По заданию Судьи В принципе Все нормально Наверное Что Проедешь? Конечно А Ерм Ну как я понял Меня уже поздравили Походу я прошел дальше Неужели Первая победа Теперь дальше В первом заезде Максим Трубчанинов Первым номером Показал хороший Классный заезд Вплоть до финиша А Сергей Первым номером К сожалению Вылетел Тремя колесами За пределы трассы В первом заезде Во втором заезде Максим Трубчанинов Получает ноль За второй заезд Потому что разворот А Сергей В первом заезде Когда он был вторым У него была Последняя перекладка С распрямлением То есть он ехал там прямо Получается Что у Максима Есть один проезд Первым номером А у Сергея Нет ни одного проезда Ни первым Ни вторым номером Поэтому Максим Проходит в следующий круг Какой план? План капкан Взять его в клеще И держать До самого финиша А кто едет первый? Я и ты? Я, да? Ты же восьмой Да А ты же девятый Да Ты же попали Привык, да, так делать? Сейчас на старте Мы видим следующую пару Это Гайрат Юсупов Номер 71 Ниссан Сильвия С15 500 лошадей Под капотом И Антон Шарымов Номер 84 На Субару Форестер Очень близкая постановка Гайрата Юсупова И сейчас мы видим Что взял У поврежденной траектории Хорошо идет Гайрат Антон Шарымов Достаточно близко Примерно два кузова автомобиля Сонатачит Го И финишная О, Гарти Шума Хороший проезд Зона постановки Посмотрите, как сокращает Обстояние Гайрат Юсупов Едет достаточно близко Это то, что мы любим делать. Продолжается никаких спейтов. У него ничего не было. Очень аккуратно Гарик поцеловал Антон Шарынова. Заднюю часть автомобиля. Здесь перекладка датчиков. Никуда не собрали, но это шоу. То самое шоу, в котором собирается повезти. Датчик шума. У тебя разгон, пи***ц, я прикинь. разгоняюсь догоняйте газ отпуска сейчас у нас решение one more time пахнем 2 хотя бы по кайфу так покажем так и против кумы планку что-то что-что что происходит у горят на технические проблемы с автомобилем давайте пошуми подъем давайте показалось что это аппарат one more time новое новшество в мероприятии когда one more time пилоты едут парад но нет да нет он остановился просто поздороваться хотя бы поближе прям напрягиваться они фазе разгона и постановка демонстрирует ребята это один из лучших проездов на сегодня я хотел подарок пустить на самом деле вот что-то смотрю ты вижу еще перекладку чуть-чуть хотел подъехать короче так вот такая а прямо сейчас результат едино-единокосно автомобиль наверное единственный не то что в казахстане может быть и в россии который ездит зимой и летом все соревнований причем может претендовать даже высокие места атмосферный мотор 170 сил родная коробка родной мост ничего серпись с мой машина выиграла зимний чемпионат под рифту сейчас будем бороться теперь в летнем продолжать на зимней машине главное главное что он стабильно видишь в этом наверное как и и и реальность то что можно проехать если бы он еще какой-то что-то исполнял то наверно ваще божественно оставьте у нас же от он авдеев следующая пара и максима гейд на базе не сан силе против вас сейчас здесь на автономе сону это третья пара белого этапа герой в чемпионщик посмотрите как хорошо будет в роли лидера тонна в день очень много дыма финальная зона проезда точенков и все собраны очень близко к петону какой короче динамичный проезд дорогие понятно было три колеса или не было кого меня чтобы понимали что происходит судьи смотрят заезд и наблюдают сколько выехала колес за пределы трассы фаза разгона проходит здесь на постановке антон артеев и достаточно близко мы видим выезд одним колесом максима геева открывается максим это реклама да отличный ракурс в прямом эфире нам демонстрируется рпп дронов друзья дайте шума я прям как будто знаешь летел в компьютерной игре за ними сейчас это восхититель в этом заезде победу одерживают максим агеев и только по одной причине потому что в первом заезде первым номером антон авдеев выехал тремя колесами за пределы трасс что приравниваться к нулю и только серьезно ты прошел они увидели то три колеса а на старте следующая пара это олег пукреев денис шишкин десант skyline против суббару на против алматы и это у нас предпоследие пара первого круга и они уже на разборке а не купли и вновь лидеров денис шишкин вот ты посмотри что творит это лисица это очень близко но отводится не за скайлайн более как хорошо это было просто круто знаешь вот я вот смотрю на именно на skyline и я понимаю то что у него бампер оторвался на это нормально это вот на самом деле тоже семейный седан что же будет стейс зона постановки и и это было близко прям я прям увидел это торговший угол лаваре каблудеева за счет этого он теряет динамику поезда пытается сохранить расстояние точнее уменьшить его друзья и здесь финальная стадия нашего поезда много дыма друзья много дыма вы мой родной а получилось у нас я блядь из дерева я старался бля пасима блядь ты уходишь опачки вот это поворот мальдер 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 отличная синхронная постановка вы посмотрите что происходит но но там далее что-то происходило Олега Бугреева и куда-то был выезд запретила трассы но очень мощный проезд много дыма посмотрите насколько близко Денис находится к господину Бугрееву поздоровка и заезд самочный динамичный дымный хороший заезд только что продемонстрировали ребята они достойные аплодисментов друзья дайте чуму три колеса ты знаешь сейчас сколько выживаешь я не знаю ну спасибо ну спасибо ну что ж а мы уже потихоньку перемещаемся в нашу нижнюю сетку посмотрим что же у нас здесь будет я думаю хороший проезд мы сейчас с вами будем лицезреть ну и все внимание на наш трек друзья что-то произошло у Гайрата Юсупова с автомобилем это явно понятно что такое что такое масса масса отключилась что-то произошло у Гайрата Юсупова с автомобилем это явно понятно потому что выникло страсти у Гайра отказал ГУР и он просто на прямых колесах приехал аж так вот назначили перезаезд постановка вау что за брейк-транс демонстрирует Гарик что-то произошло мы не видим газ газ подбей газ аж вот на пик а у Гайра а у Гури 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 Ёль, что это? Что это происходит? Ну что, кайрат из супов. Итак, и у нас единогласное решение, что проходит дальше Сергей Сметанников. У тебя прическа есть? А? Прическа пойдет? Да. Сколько? В 8 лет я в одни и те же ворота. И вот, наконец-то, получается нормально. Занимаемся. Ехать, шину купил. Не пропускать этапы. Ехать. Побеждать. Надеюсь, побеждать. Потенциал вроде чуть-чуть имеется. Будем стараться. Да, у нас на старте Авдеев Антон и Богданов Антон. Ничего себе. Давайте пошумим, а? Вот, поехали. Авдеев в роли лидера. Богданов в роли преследователя. Посмотрители не разгоняются. И достается высветок друг к другу. Постановка. Горгош и широкий круг. Вот на постановке Антона Авдеева. Смечается он сразу по внешнюю траекторию. Джей Богданов тут как тут. Рядышком. И широкий угол. Но сокращает расстояние. Достаточно близко. Едет господин Джей Богданов к Антону Авдееву. Смотри, ДГ пропустил. Да, ты видел последнюю зону. Так что он был достаточно близко. Давай. И посмотрим, что же натворит тут Авдеев в роли преследователя. Все внимание на наш трек. Постановка. Ну почему? Ну почему прекратился дрифт? Ну понятно, что был контакт. Хороший контакт. Мы видели контакт Антону Авдеева в преследовании. Когда он Богданова подталкивал. Видим это опять. Ваня, ну скажи, как тут? Что это? Что это? Это была френд-зона. Я не понял пока что. Он там не открылся. Или я на рогах влетел. Непонятно. То есть я в него влетаю. И что было дальше? Близко. А я не вижу. Открывается, не открывается. Кто виноват? Сейчас только на повторе, ребята. Судейки. У нас есть результат. Внимание на экран. И Антон раз, Антон два, Антон три. Пока нам прогонит дальше. Ну, в любом случае, ребята молодцы. Они всегда показывают крутое шоу. Мы тебе не верим, короче. Давай посмотрим. Мы посмотрели всю. Лё, пойдём. Он говорит передача выплатит. Только давай. Мы его держим. Передача, ёбук. Получается, ударил меня. Всё, 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 всё. Програл, пожалуйста. Я? Да. А, да. Мы двигаемся дальше. И на старте у нас уже Агеев Максим на своём помидорке. На ВАЗ-21 это 05 или 07, я не помню. Да, и Люба Милия на Ниссан Сильве. А, это ВАЗ-21 05. Давайте я подесьме этот один. Дорогие друзья, Агеев выступает для вас. Выступает на вас и за вас в роли лидера Е. Директор Максим Агеев в ходе преследователя. Это тот самый момент, когда вторым можно стартовать. Первым посмотрите, что здесь происходит. Максим Агеев пытается максимально сократить расстояние, насколько это возможно. Само маленького клей от дрифти, но он это делает. Илья Лупа на своём здесь Амсильвел. Едет по заданию Судина, сколько нас видно здесь, отсюда. Последняя зона тачунгол. И... ШТОР! Выезд за пределы трассы на финальной дуке. А, да, что-то тяжело всё равно, б***ь. Прям почти на прямых колёс клеет. Я? Нормально всё? Не, всё нормально, просто он там, б***ь, вообще... Ну, у меня забор, чтобы он остановился. Так, и теперь смотрим, бум! Итак, берём город. Так, теперь вы можете наблюдать, что означает сильная машина и слабая машина. Максимально близко держится, вылетает с трассы. Тем не менее, Агеев продолжает двигаться. Да, вот так вот всё интересно может произойти. Максим Агеев, Семенюк, за него. Шигуле и сила, вот что можно сказать. Хотя, кто бы мог подумать. А на старте у нас Бачкарёв Александр. И Михаил Бак. Ниссан 200 ИСХ против Ниссан 350 Цель. Молодой опытный чемпион. Опытный чемпион против молодого бестаршая. Александр Бачкарёв против Ниши Бак. Прямо сейчас здесь. На 100-й стрэк. Стоп! Что происходит здесь, друзья? Непредсказуемый, невероятный, нереальный разворот Александра Бочкарева. Как будто бы жирной печатью. Я смотрю, насколько негодуют судьи сейчас. Что там случилось? Саня, Шура. Дайте шуму Александру Бочкареву с соком. Михаил Бах поддерживает нишу, который максимально засейбился. Насколько это было возможно, чтобы не ударить по кошельку и своему, и Саниному тоже. Понимаешь, здесь такое в дрифте взаимоподдержка такая. Кстати, он много раз уже так спасал, я замечал. Он избегал именно Микел Бах. Семейный бюджет Александра спасал. Да, да, да. Очень много раз уже Михаил спасал бюджет Александра Бочкарева. Да не только его, но там крыла отвалилась. Аккуратно, аккуратно, стой. Вместе с крылом. Я ее проверю, стой. Посмотрите, что здесь творится. Оно уже символная постановка. Александр Бочкарев пытается сделать невозможно, ехав перед номером. Благодаря этому Миша Бах. Миша Бах делает все хорошо. Едет по занавесу судей. Да, финальный тачим-гоу. Милетургом забирает все крипы. А Александр Бочкарев просто напрямую. Так, у нас решение судей единогласное. Проходит дальше Михаил Бах. А Александр Бочкарев спускается в нижнюю сетку. Давайте аплодисментами наградим. Не будем держать в себе эмоции. Просто выкидите их наружу и кайфуйте на одной волне с нами. А Григорий Кузнецов и Денис Шишкин. Это следующая пара, проезд которых мы увидим сейчас. Мы видим, что номер 88 Григорий Кузнецов уже на старте. Денис Шишкин номер 87 находится в прогревочной зоне. Ну что? Прибежали механики, убежали механики. Сейчас. То есть ребята взяли технический перерыв. Получается. Денис Шишкин взял технический перерыв. И это 5 минут технического тайм-аута. Если за это время команда Дениса, команда механиков. Сейчас нужно сделать все быстро, четко, чтобы успеть в технический тайм-аут. Да, вот те, кто... У нас, кстати, есть билеты, они называются ГОЛД. Вы можете приобрести их, либо с уже приобретенными такими билетами попасть в техпарк и наблюдать на своими глазами, как техники справляются с машинами. Ну что? Смели, дорогие друзья. Теперь Денис Шишкин в строю. Да, тишина с окном. Денис Шишкин уже в расходочной зоне. И постановка, что же будет здесь? Итак, полезно. И она такая своеобразная, уникальная. Дрители, в принципе, можно подержать сюда? Да, можно, конечно, чуть-чуть так. У нас вот такая вот ситуация. Она чуть-чуть похожа на предыдущий проезд. Но не так болезненно. Покажи. Прикручивай, если что, хотя бы на три болта. Нормально, нормально. Все, зашел. Полторы минуты. Все остальные, крути. Прикрути, Эдис. Сколько в дреме? Все, не успеем, не успеем. Все, влезай. Мне кажется, Гриша решил сократить немного путь. Да, мы видим, как Денис Шишкин максимально старается ехать по заданию судьи. Во внешней траектории, а Григорий Кузнецов, но просто ничего не остается, как ехать по внутренней траектории, чтобы сокращать расстояние. Что-то с передней подвески. Отдыхай, все, мы тачку сейчас заберем, все рассказываем. Отдыхай, мы поехали. Что с передней подвески? Посмотри, пожалуйста, Эдис. Прям хуйня, какая это грудая. У меня еще с передней подвески какая-то хуйня. Пи***, как прыгала. Я того рода. Так, а у нас дальше на старте. Кто же у нас на старте? Давайте обратим внимание. Я вижу Куму, да? Антон Шаремов и Максим Агей. Все верю. Как хорошо, блядь, не отстает, не отстает. Агей молодец, блядь. Вот все, вот, смотри. Так интересно наблюдать, когда у автомобиля вообще дым из-под резины не выходит. На чинголке достал, клипы зашел, вот, блядь, достал. Сходы и сходы. 30, 30. Еще надо, еще побить. 20 секунд. Еще, еще, еще. Второго попросим, он там стоит. Да, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я на коридорице в Жакаре решил, что поехал, но не вывезла машину по центру. Я с такой отличный, кто проехал. Раз, два, три. Антон Шаремов проходит дальше. Давай, надо всех порвать. Резина последняя была, и он в рот. Сейчас, если ее хватит, еще на них есть, то это будет хорошо. Ну что, друзья, вы готовы к этому заезду? Кузнецов Григорий и Бочкарев Александр. Молодой против, старого, как правильно сказать, взрослого. Нет, он против. Бротный и страшный. Номер 88. Ниссан Лаурель ставится за один. Саня Бочкарев на нож и угол. По широкой траектории пошли оба пилота. Максимальное, маленькое расстояние между двумя пилотами. Мы видим огонь, и это мощно. Мы видим дым, и это круто. Легендарный пилот против. Ну, уже нельзя назвать юного, но все-таки... Боже, что это было, е-мое! Кузнецов продолжает движение сверху и... Бротец. Боже, что он оставился. И как будто знаешь... Александр Бочкарев, дайте шуму! Первая позиция. Крышня, наша грома-то! Дядь, подожди, может быть, ты не сюда сразу в трёх, в сторону? А нормально всё? А он, наверное, пушует... Он в левую пиздаку, блядь! Пути нагнал, там капец. Там жопа и бак, походу, сзади. Да, сейчас уже на прогревочной зоне. И у нас Бак Михаил. И на старте уже Шарымов Антон. Да, друзья, напомню, что у нас сегодня две батловые сетки движутся друг к другу, к финалу. И это первая сетка победителей. И Антон Жарымов против Михаила Бака. И вот они врываются на разгон! Зона постановки! Да, друзья, постановка ездит и продолжается перекладка пыла. Максимально близкий проезд сейчас демонстрирует вам пилота. Михаил Бак очень близко к Артону Шарымову. Конечно же, у наших судей есть вопросы, на которые они найдут ответы повторов. Но проезд был. Проезд был. И проезд был жирным для зрителей. И зрители хлопают соком. Спасибо, спасибо вам, что вы с нами. Шарымов или Пак? Пак или Шарымов? Все, время, едем, едем. На третий ездить, на третий ездить. Второй проезд этой пары. О, хорошо поставился Миша близко к Петрону. По широкой тракторе, прямо по линии. Едет Михаил Горьк-призер Антон Шарымов. Пытается сократить расстояние. Видим корректировки у Миши. Видны все эти ошибки. И видно, насколько максимально Антон пытается ворваться и быть близким к Михаилу. Ну что же здесь? Ой-ой-ой, друзья. Ой-ой-ой. Это просто эмоциональный проезд. Хороший. А что осталось за 4000? Про Миша? Миша, а что ты сказал, что ему 4000 едет машина? Это 4000 оборотов. Какой четвертый у тебя х*** было вообще? А зачем надо было говорить? Мама, гадай машину. Что у нас? Ты в финале. Миша, просто, блядь, мне три на третий и поехал к этому. Он мне говорит 4000, я не буду на третий. Я за тобой еду, я раскрою, блядь, не хватает. У меня в 4000 оборотов максимально подниму. А сейчас не хватит. А я за тобой еду на... Ну и решил на третий, я всегда на четвертый, что на третий поеду, чтобы не... Проигран заезд из-за того, что обороты в 4000 крутились. Походу там, ну, проблемы с чем-то. С чем, не знаю. Но, благо, есть вторая жизнь, и сейчас буду бороться до финала. Еще два колеса? Спасибо. Ты, наверное, удачу приносишь. Немножко хотим внимания наших зрителей, дорогие друзья. Давайте дадим энергии. Михаилу Паку, болельщике Миши Пака, ликуйте, дайте шума, сокол. Мы видим контакт после перекладки, друзья. Видим много дыма. Мы слышим рёд на торм. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мощно было, друзья, мощно было. И хочу просто напомнить вам, что это не ночной этап. А уже темно, уже темно. Это первый этап, кавилогрит. Чампион шифт Аглитич 24-го года. Маленький на трек, 40 по 10000 пич. Все. В первых хитинг-поинтах для клубей, а урон гитера был пропущен. Мехаил Пак, тупо-тупо, не очень близко. Финаля, тупо, 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 прямо в плен. Мощно, мощно, мощно. В сути запрашивают повтор, будут его, конечно же, смотреть. Ну, что я могу думать? Олег старался. И, в моё мнение, Пак перестарался на финише. Не знаю, как это сейчас посчитают судьи. Но, как бы, трасса-то ещё продолжается. И надо было ехать. Да, Пак на всех ходах. Влетел в бугру в заднее колесо. И, я думаю, скорее всего, погнул в рычаг и ещё что-то. Ну, и, конечно же, Олегу Кугрееву дайте максимально шума. Он прям просит, чтобы ему тайны шума. Вон там кланится ручкой. Ну, в заезде с гумой, естественно, поломка. В заезде с бугром чуть-чуть сбилась. В траекторию я вылетел колесами, как оказывается. Ну, и вторым номером остался максимально напихать. Ну, и вот, что получилось. Первый тревел. Да. Ну, потому что из-за тупых поломок бывает проигрываешь заезд и потом. Но ничего, ко второму этапу подготовлено. Мы видим, что автомобиль Олега Бугреева также перемещается до техпарка. Будем ждать Олега автомобиль на стартовой полке. Получилось так, что Антон Шарымов, выйдя победителем из топ-16, топ-8, топ-4, топ-2, дошел до финала. Бескомпромиссным победным шествием вышел Антон Шарымов. Но при этом Пак Михаил и Бугреев Олег, единожды проиграв, встретились перед этим. И Олег Бугреев прошел дальше. Но у него есть техническая неполадка. Да, да, стой, стой, стой. Это твое? Да, видишь? Это тоже будет твое? Все, договорились, братан. Ну что, у нас финальная подготовка. Да, Олег Бугреев покрывает свою резину, устает на старт. Это финал. Первый этап. Олег Бугреев против Антона Шарымова. Номер 23. Nissan Skyline против Subaru. Останавливается постановка. Что? Олег Бугреев выходит из чата. И администратор удаляет Антона Шарымова тоже из чата. Что произошло? Антон Шарымов, давай-ка мы за тебя порадуемся. А за Бугреев мы попереживаем немножко, потому что что-то произошло не так. А чем ты его барданул? Задом? Вон меня вот так. Ровно-болко, вот пуши. Сторона. А чем ты в пакетах приехал? Он один вот так вот. Короче, если Гумы, через минуту ты поехал. Пять минут у Гумы. Отдыхай. Пушись, отдыхай. Что это было? Мы держались максимально, насколько можно было держаться в тишине. Олег, ну что это было? Там что-то дымится у Гумы. Я потерялся в дюму нам. Выиграл, тут есть новый доех. Работительная жизнь Гумы. И жизнь у Гумы есть. Вот так прыгает тачка. Что происходит? Я не знаю, это вакханалия какая-то. Что это, типа... Если бы я доехал, я бы выиграл. Слушай, честно, я считаю, что можно тебе дать победу, потому что ты сломал машину из-за него. А это шмол. Дым, пи***. Вот так нахуй ехал. Смотри, у него колесо, вот так встало. Да, вообще не видно. Я еду, думаю, может быть, чуть лучше станет, и я дальше пойду. Нихуя подобного. Не, не успею. Все? Ну, давайте тогда скажем, что Гумы выехал на старт. Все? Хорошо. Саш, а у нас, оказывается, это финальный байрам. Гумы выехал на старт. 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 Субтитры создавал DimaTorzok